Это ты сидел в машине, КамАЗ называется, а это Урал. Смотри, какие большие колеса, специально, чтобы по грязи ездить, куда-нибудь в деревню. Рост почти с тебя. Доступные места, да, почти ростом с тебя. Почти ростом с маленького Игоря колеса пожарного автомобиля цистерны, полный привод. Но таких, говорят мальчику, можно как по городу проехать, так и по бездорожью. И еще одна мечта Игоря сбылась. Он прокатился на пожарной машине с мигалками, как ему и хотелось. У Игоря с рождения детский церебральный паралич. Ему 11 лет, он на самостоятельном обучении во втором классе. С детства увлекается пожарными машинами. Маме Игоря, Ирине, даже посчитать сложно, сколько у мальчика автомобилей в коллекции. Но хоть миниатюр масса, а в настоящей посидеть никогда не удавалось. До сегодняшнего дня. Было желание посмотреть, во-первых, в настоящую увидеть машину, увидеть внутри посидеть, прокатиться, конечно, мигалки, ну как мальчик, да. А работа пожарных ему была очень интересна. Удалось это сделать благодаря «Елке желаний». Это всероссийская новогодняя акция. Люди со всей страны присылают желания и их вешают на елку. Традиционно первый снимает президент России. Нашему полномочному представителю по Центральному федеральному округу Игорю Олеговичу Щеголеву выпала честь тоже снятия подарок и оказался именно подарок и с пожеланием мальчика Игоря. Игорю устроили экскурсию по пожарно-спасательной части номер два. Он побывал в учебном классе, посмотрел на комнату отдыха и увидел пожарные автомобили. Он эмоциональный парень, посидел в пожарной машине, посмотрел наше помещение, где пожарные переодеваются, где отдыхают, спортивную комнату. По окончанию экскурсии Игорю подарили точную копию пожарной лестницы на базе ЗИЛ-131. Теперь его коллекция пополнилась. Но пополнилась и эмоциональная коллекция от посещения места своей мечты. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город.